Доброе утро, дорогие друзья. Понедельник, недельная глава Хаей Сара. Вы знаете, очень интересно происходит с нашими праотцами, вообще, с Торой. Такие люди, Авраам, Сара, такие. И написано, Авраам был стар, преклонных лет, и Бог благословил Авраама во всем. Ну, скажите мне, это очень странно. Давайте возьмем жизнь. Семь раз Бог обещал Аврааму землю хананскую. Потом у него умерла жена, у него не было клочка земли, чтобы ее похоронить. Ему пришлось вести сложные, унизительные переговоры с хетами. Он был вынужден признать, что я чужак, и временно живу среди нас. У него выгнал сына. Короче, разве можно назвать жизнь такой уж, как благословленная во всем? Тут надо понять, Авраам, написано, испустил дух и умер в хорошем возрасте, старый, довольный, и отправился к народу своему. Ему было обещано, что он станет великим народом, отцом многих народов, и он наследует землю. Но ни одно из обещаний не воплотилось в реальности за его жизнь. Как же он мог быть довольным? Вот здесь есть корень всего. Главное в иудаизме это служить Творцу в радости. Говорят, а как быть в радости, если вот твоего сына надо убить, или еще что-то, айкидав, это жертвоприношение. Что значит в радости? Ведь, смотрите, иудаизм практически начинается с нашего чудесного спасения в Египте, за которое написано вот в молитве, спасибо тебе, спасибо тебе, спасибо тебе за то, что ты вывел нас, вывел. Но, но, давайте разберемся. Раша говорит, что из Египта вышел только каждый пятый. То есть это была самая большая трагедия народа, колоссальная трагедия, где погибло, ну, 80% людей. Что же за такой, благодарю за выход. И еще есть одна, Марше Шапира, выдающийся еврейский мудрец, говорил, что в каждой ситуации человек должен быть вот тем пятым, который вышел из Египта. Это замечательно, классно, но это ничего не объясняет. Все-таки, чего же мы радуемся? Вот мы всегда говорим там о Холокосте, там, какими-то разрушениями храма, но самое страшное было в начале нашей истории, когда из Египта вышла только пятая часть. Почему мы не скорбим о них? И вот ответил Раф Натанель Газит. Он сказал очень интересную вещь. Мы не скорбим о них, потому что мы сами их реинкарнация. Все те, кто не вышел из Египта тогда, продолжают выходить из Египта в каждом поколении. И так построен этот мир. Рабин Ахман говорил, что если есть неразрешенные вопросы, то для ответа на них достаточно, ой, недостаточно, простите, времени всего мира. Надо понимать, что когда мы задаем себе никогда вопросы между наградой и наказанием многих вещей, мы не понимать ничего и не можем не поминать. Написано, что их корни находятся в халаль-апануе, это духовной реальности, предшествующей созданию мира. Когда творец совершенно скрыл свое присутствие, чтобы в возводившееся пространство дать место для существования миров. Попробуй простым языком. Никогда нельзя считать, что ты можешь дать ответ на любой вопрос. Многие вопросы вообще не имеют ответа в этом мире. Поэтому, когда мы говорим, что Авраам, Яков и другие, это самые великие, и тем не менее смотрим на их жизнь и видим, что с нашей точки зрения у них одни проблемы, это с нашей точки зрения. Ответы намного глубже. И поэтому и говорят, что, ну, знаете, давайте вернемся еще раз. А почему вообще? Как быть в радости, если столько зла вокруг? Как может быть? В Псалмах Давида говорится, Бог благ ко всем. Не бывает зла от Творца. Все существующее в мире зло, продукт деятельности человека. Со времен греха Адама и пошло, да? Все наши глупости, гадости привели мир в сегодняшнее состояние. Ничто на земле, Бог так построил мир, ничто не происходит бесследно. В святых книгах приводится, что человеческие грехи порождают силы духовной нечистоты. Уничтожить которые только может наше раскаяние. Почему говорится о раскаянии? Так устроен этот мир. Загрязнил, почистим. Чистить можно раскаянием. Не чистишься, тогда получаешь результат. После всего, что мы натворили, как сказал Раф Израиль Одессер, такой знамечительный человек, творец еще бесконечно добр к нам и продолжает нас терпеть. Хотя не надо завидовать тем, кто решится попробовать испытать его терпение. И какой выход? Есть такая формула. Тот, кто знает зачем жить, сумеет выдержать почти любое как жить. Это метод силен до сегодняшнего дня. Мы должны понимать, что то, что с нашей обывательской точки зрения счастья, не всегда счастье со стороны Бога видится. Поэтому со всеми неприятностями, Авраам и другие, Ицхак, посмотрите на их жизнь, не дай Бог, как кажется. На самом деле это жизнь. Это та жизнь, которая действительно признана Богом настоящей. Что же нам делать в этом, если мы не можем это, не можем то? Вот поэтому и говорится, улыбаться, радоваться надо. Я даю практический совет. Давайте попробуем эту неделю, увидите, как поменяется ваша жизнь. Вставайте утром и начинайте жизнь с улыбки. Перед зеркалом подходите и улыбайтесь. Не важно, что на душе. Ведь по словам Раби Нахмана, в современном мире очень трудно прийти к глубокой внутренней радости. Нужно завести себя, чтобы радость стала жизненным спутником. Вы смотрели на небо, посмотрите, радостное там. Улыбнитесь жене, ребенку, прохожему на улице. Помните, от улыбки станет день светлее. Радость расширяет сознание человека и помогает прийти к Творцу. И напротив, грехи тянут грусти. Выбор за нами. И запомните, когда Всевышний хочет наказать человека, Он отнимает от него веру в добро. Это сказал Бешт. Брахавая слаха, хорошая неделя.